Это все ерунда, это лохотрон, это где тебя такой ерунде научили, в какую секту ты записался, что вообще за чушь. Ну примерно вот к 30 годам я создал уже очень неплохой пассивный доход и там солидный капитал. Нет, надо жить здесь и сейчас. Или а вдруг я вообще не доживу до этого возраста и все будет зря. Как правило, те, кто говорят, что жить здесь и сейчас, они за этим прячут просто нежелание заниматься этим. Редактор субтитров А.Семкин У меня такой вопрос. Вот правильно ли я понимаю, что все-таки финансовая грамотность, в двух словах, как я сейчас услышала, это сбалансировать эти самые доходы и расходы условные. Ну то есть хотя бы для себя. Не то что сбалансировать, потому что баланс подразумевает, что они будут равны, а должно прийти к такому формату, то есть начать контролировать свои деньги и прийти к формату, когда у вас каждый месяц в конце месяца есть некий излишек, который вы направляете на создание своего финансового будущего. Ну пока вы как бы строите капитал, когда вы уже накопите определенный капитал, вы можете с него жить просто вот на пассивный доход с процентов, неважно, там будет он лежать на депозитах, в облигациях, в недвижимости, где-то еще. Ну излишек это какой процент? 10-20 процентов считается таким оптимальной цифрой от своего дохода. Почему? Потому что 10 процентов, если у вас вычесть 10 процентов доходов, то есть допустим человек зарабатывает, неважно, я всегда вот очень осторожен, скажешь большую цифру, скажут, из регионов люди начинают жаловаться, вот вы там в Москве зажрались, скажешь наоборот московские цифры, в смысле низкие, москвичи говорят, да где такое вы видели? Ну давайте что-нибудь там, 70 тысяч рублей, если человек зарабатывает 70 тысяч и привык на них жить, то он точно так же и на 63 и 60 проживет, его жизнь серьезно не ухудшится от того, что вот этот кусочек будет отрезан, но зато он начнет работать над созданием своего финансового будущего, над тем, чтобы через несколько лет иметь гораздо более комфортное существование. Ну и тут вот стоит выбор, делать это или нет, потому что кто-то говорит, нет, надо жить здесь и сейчас, или а вдруг я вообще не доживу до этого возраста и все будет зря, но обратно, а вдруг доживешь? Ну как знаете самый простой аргумент, посмотрите на пенсионеров, которые сегодня оказываются в ситуации, когда они живут просто на пенсию, ну наверное это как бы тоскливо несколько и не очень хочется в этом оказаться. Ну и наоборот, посмотрите примеры тех, кто допустим к 40 годам создал себе очень хороший пассивный доход и может уже заниматься чисто любимым делом тем, что ему нравится, путешествовать и так далее. Вот, вот я очень часто думаю, кстати, об этом, потому что мне кажется, что многие наши там здания ровесники условно или люди, которые там в одной сфере примерно с нами существуют, они как раз могут говорить о том, что вот, мы живем один раз, надо тратить, чем больше ты тратишь, тем больше тебе возвращается, вот, и вот эти вот все штуки, о которых и говорят там какие-то условные инстакоучи, что тебе нужно как-то настраивать денежный поток и вот эта вот вся история, вот, но при этом мы тоже как-то с Даней говорили об этом, что, ну при этом у тебя же должна быть какая-то база, чтобы эти деньги все равно к тебе возвращались. Вот как с этой установкой быть, когда все вокруг говорят, а, да боже, мы же все, прости господи, извините, завтра умрем, это мы можем вырезать, вот, и, значит, нужно жить здесь и сейчас. Ну, смотрите, тут, наверное, нет абсолютно правильного ответа, что это правильно или это неправильно, это вот некая такая жизненная позиция людей, то есть есть разные образы жизни, кого-то это устраивает. Но меня как бы не очень устраивает, то есть что делать, если вы видите, что вот вас как-то, ну, не очень воодушевляет эта идея, то менять окружение, потому что наше окружение очень сильно определяет, в том числе и наш доход. Есть простое упражнение, возьмите, составьте список 10 людей, с кем вы больше всего общаетесь, коммуницируйте, там, коллеги по работе, родственники, друзья, кто-то еще. Напишите напротив каждого примерный уровень дохода, ну, вы, наверное, может быть, точно не знаете, но примерно представляете, там, Вася 50 тысяч рублей, там, Михаил Иванович 120, там, кто-то еще. И вот у вас 10 человек, 10 доходов сложили и усреднили, разделили на 10, то есть средний доход вашего окружения. Вот если вдруг вы нас смотрите или слушаете, очень рекомендую взять, просто поставить на паузу и быстренько это сделать, проделать упражнение, интересно будет сравнить. И затем сравните это с вашим уровнем дохода. Скорее всего, эта сумма будет очень близка к вашему доходу, то есть мы такие, потому что человек, существо стадное, он такой, как в среднем, как люди вокруг него, ну, за редкими исключениями. И, соответственно, если вокруг тебя все вот с такими установками, что надо жить здесь и сейчас, то и ты будешь думать, наверное, это правильно. И наоборот, то есть если ты погружаешься в иные среды, неважно, онлайн, допустим, начинаешь там в какие-нибудь онлайн-чаты вступать в сообщество, посещать конференции на эту тему, читать книги по финансам, инвестированию, то ты начинаешь пропитываться другими идеями, другой философией, подходом к жизни, что лучше какое-то время сначала чуть, ну, чуть подсократить свои расходы, несколько более рационально жить, но зачем? Чтобы потом, через некоторый промежуток времени получить гораздо более достойное существование. Потому что здесь вот если посмотреть, вот я не знаю, давайте я Даниила спрошу, вот Зоя, понятно, 18 лет, а Даниил, вам скажем. Зоя не 18 лет, Зоя 28 лет, а мне 27. Даниил, Даниил. Спасибо. Ой, ой, господи. Ну, ладно. Мне услышали, что Зоя 18, да, вы просто на 10 лет ошиблись. 27, ну, вот мне 39, скоро 40 будет, я несколько старше вас. Я как раз стал активно, ну, мне несколько, наверное, больше повезло, в том плане, что я вот, я очень благодарен за это одной книге. Есть такая книга Роберта Киасаки «Богатый папа, бедный папа». Может быть, слышали, читали. Кто-то к ней как-то статистически относится. Даня, да, фанат, ну, отлично. Я вот ее прочитал, когда учился на пятом курсе университета. Я в МГУ на физическом факультете учился по специальности лазерная физика. И случайно эту книгу встретил в библиоглобусе, в магазине. Я много читал, и как-то вот заехал, взял ее. И всю ночь ее читал, и прямо она меня так зацепила. Но и с тех пор, это 2005 год был, и с тех пор я начал инвестировать постоянно. Где-то, ну, примерно вот к 30 годам я создал уже очень неплохой пассивный доход и там солидный капитал. Ну, сейчас это заметно уже все приумножилось. И я понимаю, что для меня эти идеи очень как бы близки. Это правильный путь. Плюс, ну, я и вращаюсь в сообществах. Вот я, например, являюсь основателем инвестиционного клуба «Финанс-1». У нас около полутора тысяч человек. И люди, которые как бы тоже считают такой подход правильным. Что сначала ты какую-то часть откладываешь, но зато потом этим пользуешься. Потому что жизнь все-таки не заканчивается через там, ну, в 40 лет. Надеюсь, конечно, есть риск, что там не доживешь. Но все-таки шансы, что доживешь, намного больше. И здесь, наверное, стоит посмотреть примеры. Просто и постараться поискать вокруг примеры тех, кто там спустя 10 лет вот так жил активно, тратив все, что есть. И тех, кто наоборот, кто откладывал и создавал свое финансовое будущее. Причем и сравнить, насколько вас это там устраивает, не устраивает. Потому что, как правило, те, кто говорят, что жить здесь и сейчас, они за этим прячут просто нежелание заниматься этим. Нежелание, что ну вести контроль учетов, доходов, расходов, это как-то скучно. Это ж надо там что-то, какие-то таблички заполнять, приложения, лень, неохота. Не прикольно, лучше я пойду все солью быстренько. Зато в моменте же столько эмоций испытываешь приятных. Там шопинг, круто. Блин, на самом деле, на самом деле это не так, потому что это такой фастфуд сразу. Ну, то есть это как-то спинбургер. Так и здесь ты что-то купил, да, тебе интересно, прикольно какое-то время. Но потом ты понимаешь, что ну и что, никакого долгоиграющего, долгоиграющей радости, удовольствия я не испытываю от этого. И вот тут это тоже интересная штука. Но потом ты понимаешь, что с этой штангой ты позанимался два раза. Да, 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 да. Вот он стоит в углу уже два года, и продать жалко, и не занимаешься. Я тут хотела бы, наверное, сделать еще оговорку небольшую, потому что мы так сказали, вот, значит, напишите, сколько примерно зарабатывают вот эти люди, какой у них доход. Но это только в том случае нужно как-то пересмотреть свое окружение. Если эти люди транслируют вам, что вот, живи здесь и сейчас, там не надо копить деньги и зарабатывать больше, вот, если вам с ними комфортно, то не нужно этого делать. Конечно, здесь речь именно про определенные сферы жизни, то есть, например, в спорте. То есть, если ты хочешь успешно заниматься спортом, то в коллективе это делать всегда легче. То есть, можно и самому заниматься, но с тренером результаты будут намного выше. В группе тоже результаты намного выше, и хочешь, чтобы были результаты, там, в спорте, неважно, похудеть ты хочешь или просто форму обрести получше, то иди в сообщество тех, кто этим занимается. Там, хочешь бегать, иди в сообщество бегунов, там, свои тусовки есть, записывайся на какие-нибудь сборы и так далее. То есть, погружай себя в сообщество людей, которые разделяют эти ценности. Вот я сам триатлоном активно занимаюсь, в соревнованиях Ironman участвую, это плавный бег, велосипед, три дисциплины. У меня муж, кстати, хочет попробовать. О, ну, это очень такая интересная вещь, но затягивающая, то есть, может прям активно включиться туда. Вот, поэтому здесь, то есть, окружение очень сильно на нас влияет. Если все говорят, что жить здесь и сейчас, то просто эти вопросы, например, с ними не поднимать, да, не обсуждать. Ну, или хотя бы не прислушиваться к ним как к авторитетам в этой сфере. Хорошо, живи как хочешь, это там твоя жизнь. Да, да, да. То есть, грубо говоря, если ты хочешь чем-то заняться, найди себе клуб по интересам, который этим же занимается, и тебе станет сильно легче. То есть, то же самое, есть какие-то инвестиционные клубы, в том числе ваш клуб, насколько я понимаю, клуб, как еще с Финанс-1, правильно? Финанс-1, да. Пожалуйста, вот вступайте в этот клуб, если он открытый. Я, кстати, так сказал, вступайте. Нет, он не совсем открытый, да, но если интересно, там, можно посмотреть мой канал. На канале я тоже очень много всего рассказываю. Опять же, опять же, да. И я думаю, что, да, вот на самом деле, когда вокруг тебя никто не говорит о финансовой грамотности, ты тоже мало о ней задумываешься. То есть, как-то и тут мы возвращаемся к тому, что бери ответственность за свою жизнь сам. Если никто не говорит, ну тогда ты начни говорить. Или ты начни искать, с кем ты будешь об этом говорить. И тогда тебе, как минимум, если ты хотя бы заведешь об этом разговоры, то у тебя и заведутся мысли об этом. А заведутся мысли, за ними потянется и все остальное. И информация, и источники, и ресурсы, и так далее. Как будто бы, как будто так. Смотря с кем говорить. Потому что, если говорить с человеком неподготовленным, у кого иные убеждения, то ты получишь в ответ кучу убеждений, что это все ерунда, это лохотрон, это где тебя такой ерунде научили, в какую секту ты записался, что вообще за чушь. Поэтому надо понимать, с кем вопрос этот поднимать. Это знаете, как о политике, например, спорить, когда у одного одни взгляды, а у другого другие. Вот пытаться озвучить свою позицию. Тебе столько ушатов на тебя выльют всего, что ты ничего в жизни не понимаешь. Поэтому, то есть, поднимать этот разговор можно и нужно, наверное, с теми, кто готов. То есть, если человек, вы чувствуете, что он тоже как бы к этому настроен как-то, схожее с вами, то тогда да. Ну, или попробовать, если один раз не получилось, то уже и не пытаться продавить свою точку зрения. Все верно, согласен полностью. Ну, мне кажется, что тут еще проблема в том, что действительно сейчас очень много информации всякой разной. Вот, и мы ее поглощаем вообще не думая, что мы поглощаем. И как-то это откладывается условно. Но мне кажется, что здесь важная штука. Это, если ты какую-то информацию забираешь, то ее важно сразу применять. Потому что это, знаете, как нонфикшн читать. Ты читаешь нонфикшн, и если это никак не коррелируется с твоей деятельностью, то это не работает. Вот, то есть, либо ты конспектируешь, либо ты там сразу же прочитал и пошел применил в работе. Так и здесь, при любых разговорах, при любом комьюнити и так далее. Да, я просто хотела немножко вернуться к тому, как привить финансовую грамотность ребенку. Потому что у меня есть, например, стереотип, что мы свои финансовые привычки принимаем у родителей так или иначе. А у наших родителей, как мы уже обсудили, этих финансовых привычек, ну, как правило, нет. Либо они есть в таком очень, ну, в таких жестких рамках. Потому что мне до сих пор родители иногда говорят, как мне нужно распоряжаться своими деньгами, а я начинаю с ними спорить. Вот, и насколько это действительно так, и в каком возрасте тогда сейчас стоит говорить о деньгах с детьми, и как это делать? Я считаю, что, конечно, стоит. И действительно, дети в основном перенимают привычки своих родителей. Как хорошие, так и не очень хорошие. И говорить, когда стоит говорить? Ну, на мой взгляд, как можно раньше, то есть даже уже там лет в 6 вы приходите в магазин, ребенок что-то хочет купить. Так, вот тебе деньги, дали там бумажку какую-то, бери и покупай, иди сам расплачивайся на кассу и сам оплати и посчитай там, сколько тебе сдачи дали. Ну, если может считать, не может, ну, хотя бы просто рассчитать. В следующий раз пришли там чуть постарше уже. Так, давай, ты вот, тебе что-то в магазине надо купить, давай, составь список, что тебе надо, посмотри в интернете, сколько это стоит и сколько тебе на это денег нужно. Затем открыли, сейчас детские карточки делают в банках. То есть ты можешь к счету привязать детскую карту, которую можно там контролировать, лимитировать, и даешь уже ребенку карту, чтобы он сам. То есть принятие ответственности, что деньги не сваливаются откуда-то, неизвестно откуда. Такое очень часто во многих семьях происходит, что детей к деньгам не подпускают, просто вот они попросили, что-то появилось, попросили, появилось. И это как вот история, когда какое-то племя в Юго-Восточной Азии жило-жило себе как-то нормально, и потом туда пришли американцы и построили там военную базу. И там происходило следующее, каждый раз, когда прилетал самолет, им, этому племени приносили, как-то с местными племенами, ну в общем, чтобы их чуть-чуть подкармливали, приносили какую-то вкусную еду, ну типа как компенсации за разрушение среды. И в итоге местные племена стали каждый раз как-то самолет садиться молиться этому самолету, что самолет является источником их благ. Так и дети тоже, они часто, ну для них ощущение, что вот просто как-то оно появляется и все. То есть нету эквивалента того, что чтобы что-то купить, нужно вложить свой труд. Вот, ну вот расскажу пример, как мы, помимо того, что контролировать расходы, и чтобы ребенок сам уже мог себе что-то покупать, даже если вы ему деньги переводите, но чтобы он хотя бы уже считал это, видел сколько что стоит. Следующий шаг мы, например, со старшим сыном, ну и с девочками, вот у нас два сына, две дочки. И со старшим сыном мы в шесть лет стали делать табуретки. То есть что мы делали? Я покупал в Аби табуретку, сейчас не знаю, продают, не продают, ну где-нибудь в общем комплект табуретки, он ее скручивал, собирал, скручивал, затем рисовал там какой-то рисунок на табуретке, потом выжигательным аппаратом выжигал этот рисунок, потом красил и покрывал лаком. И получалась такая красивая табуреточка раскрашенная, ну конечно там рисунок так себе был, но все равно. И вот покупали мы за 500 рублей и все вот это уже потом собранное, готовое, красивое продавали за 1500. И вот первый раз мы так сделали, то есть собрали эту табуреточку с ним вместе, ну естественно я помог ему найти покупателя, это первого, кто был готов купить эту табуреточку. И продали, и вот он заработал 1000 рублей, то есть 1500, но я сказал, так погоди, я же тебе 500 дал на покупку табуретки, так что давай возвращай, брат. Да, 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 ну я не стал брать там долю с прибыли, это в будущем уже, с гаражами сейчас он уже в доле. Но продали, ну соответственно у него 1000 рублей образовалось, и вот он несколько дней думал, что же с ней сделать, такие огромные деньги свалились, 1000 рублей. В итоге они с мамой пошли в детский мир и купили там глобус, почему-то вот глобус ему захотелось. То есть притащил глобус, значит, и они играли-играли и сломали в тот же день этот глобус. Сколько там слез было, я три дня делал эту табуретку, а вы мне глобус мы тут сломали, какие усилия хорошие. Зато потом, когда мы приходили, допустим, он мне показывал какой-нибудь, я хочу вот этот комплект лего, я говорю, хорошо, посчитай, сколько надо табуреток сделать, чтобы это лего. Так, 8 табуреток, мне что-то дорого, давай лучше поеду что-нибудь попроще возьмем. Это круто. Почему? Деньги стали эквивалентом труда. И это уже начинает добавлять ценности, и ребенок уже чуть больше начинает понимать, что когда он просит у родителей что-то, что родителям надо поработать, чтобы это ему обеспечить. И вот это, мне кажется, очень важно. Это такие первые шаги. Дальше, что очень хорошо, конечно, хорошо читать какие-то книги, посвященные деньгам и финансовой грамотности. Есть очень хорошая книга «Пес по имени Мани» для детей Бодда Шефера, и там продолжение у нее есть. Есть еще некоторые. Вот я сейчас пытаюсь написать детскую книгу, но у меня есть несколько для взрослых книг, а вот детскую никогда не писал. Вот вскоре должна через месяца-полтора выйти. Класс. Посмотрим, что получится, потому что мы сделали с автором художественную историю, приключения в стране какой-то и как там, что происходит вокруг денег. То есть детские книги читать. Затем настольные игры. Есть очень хорошие настольные игры, которые как раз позволяют осваивать разные основы того, как это работает. Ну, начиная с той же «Монополии», допустим, есть масса игр типа «Энергосеть», которые про ресурсы, контроль ресурсов. Есть «Денежный поток» – это уже конкретная инвестиционная игра. Есть там «Денежный поток для детей». Есть большое количество игр, которые как раз позволяют попробовать разные сценарии поведения, и чтобы ребенок понимал, что есть не только единственный путь устроиться на работу и просто надеяться на то, что ты от дохода на работе будешь преуспевать. Но есть еще иные пути. Например, наряду с основной работой ты создаешь себе постепенно какие-то активы, будь то акции, облигации, какая-то недвижимость, малая недвижимость типа гаражей, кладовок, или большая недвижимость, побольше квартиры, или это какие-то фонды недвижимости, или вложения в бизнес. Я, например, очень активно инвестирую в бизнес-проекты различные. И вот так вот через игры это позволяет попробовать. Затем, если получается, сейчас начинают появляться различные детские лагеря на тему финансовой грамотности или группы, как мы в нашем инвест-клубе, как раз мы сделали для детей членов клуба такую детскую группу. У нас там специальные тренера, психологи, которые наблюдают за тем, как дети играют и дают обратную связь родителям. Ну и плюс, конечно, обсуждать это с детьми, то есть не скрывать от них вопросы денег, потому что часто родители как-то избегают общаться с детьми про деньги, что типа да нет, надо их держать подальше, особенно если есть какие-то трудности финансовые, что не-не-не, пусть они как бы в неведомости. Это тоже про страх, да. Может быть боятся, может быть считают, что лучше детей оградить, чтобы у них счастливое детство было, но здесь мне кажется наоборот, что лучше как бы обсуждать это все и открыто показывать и рассказывать, чтобы дети, ну чем раньше они начнут это понимать, тем проще будет потом. Потому что надежда на то, что да нет, давайте вот до 18 лет мы детей оградим от этого, а вот потом они сами как-то научатся. Она такая иллюзорная. В 18 лет оказывается, что человек как бы выходит вроде как в свободную жизнь, а совершенно к ней не готов. И начинает ее с нуля, и это как бы не очень. Вот я, у меня одна из деятельностей, я преподаю в ВУЗе, доцент в экономическом университете, и я смотрю иногда на то, как проходит, вот летом сейчас, например, проходят приемные комиссии. Очень часто, вот чуть ли не каждый третий студент, 18-летний там юноша или девушка, их вот мамы за ручку приводят туда. То есть вроде это как бы уже взрослый самостоятельный человек должен быть, но нет. Ты понимаешь, что там все решения полностью, это вот все родители еще принимают, и этот человек совершенно не самостоятельный. Мне хотелось бы, я очень надеюсь, что это получится вот с моими детьми, у нас младший, вот самый старший, 12 ему будет следующий, потом 9, 6 и 4 у нас детям лет. И что к 18 годам, чтобы этот человек был уже достаточно самостоятельным, чтобы он мог принимать некие разумные взвешенные решения, чтобы он в этот момент уже мог что-то себе зарабатывать, какие-то доходы, пусть не очень большие, но тем не менее. Ну, вот как-то так. Вообще восхищен вами, вы инвестор, вы преподаватель в ВУЗе, вы следите за всеми источниками пассивного дохода, у вас четверо детей. Боже. А мы тут не знаем, как это таймэнд выстроить, да? Детверо детей это не мне, да, это все моя супруга, да, ей благодарность, я лишь приложил к этому руку. Хорошо, Николай, вот последний, наверное, вопрос на сегодня, скажите, пожалуйста, у нас есть рубрика, что почитать, и наши гости советуют, что почитать. Я вижу, у вас на заднем фоне есть книга, которая называется «Разумный инвестор». Скажу заранее, я знаю, что это ваша книга, пожалуйста, посвятуйте ее. Это не моя, это Бенджамин Грэм сильно до меня. А, у вас есть моя книга, у вас есть стратегии. Да, я на великих пока не замахиваюсь, вот, 40 инвестиционных стратегий управления деньгами. Ее могу порекомендовать, да, это моя книга, она такая интересненькая, вот с QR-кодами, там просто в каждой главе идет еще много дополнительных видео, если интересно, чтобы можно было подсмотреть, да, то есть ты сканируешь и смотришь видос, где что-то дополнительно поясняется, чтобы более глубоко. Ну, что, да, я как бы порекомендую вот свою книгу из, сейчас я посмотрю, что вот Грэм «Разумный инвестор» это не для начинающих, это такая очень тяжеловесная книга. Вот это хорошая книга «Психология денег», вот как раз про стереотипы, очень хорошая, правда, не знаю, вы, по-моему, это зеркально видите, да, наверное, криво отображать. Ну, Киосаки, «Богатый папа, бедный папа», это вот для меня стало переломной книгой просто, хотя тут такие база, но база очень важная, чтобы понимать, как что работает. Так, вот эта великолепная книга, она такая тоненькая, небольшая, «Самый богатый человек в Вавилоне». Вот это просто прекрасная книга в виде таких рассказов, притч, можно сказать, которые много чему что показывают. Вот эта книга мне очень понравилась, «Богатство семьи» называется, это как раз про то, как детей правильно приучать, то есть, если вы хотите, чтобы ваши дети тоже преуспели, то есть, как это выстроено в семьях, которые сумели на протяжении многих поколений приумножать свое благосостояние. Потому что очень частая проблема, что если первое поколение, допустим, человек финансово преуспел, создал большое состояние, то передавая дальше, его дети уже очень быстро все транжирят и сливают. И, ну, вот здесь описано как раз, как с этим работать. Про тайм-менеджмент вы спросили, давайте я, про тайм-менеджмент у меня тоже есть, вот экстремальный тайм-менеджмент. Это как раз как успевать все, тоже художественная история. Ну, вот так, несколько книг набросал, да, для детей Боду Шейфер Мани, пёс по имени Мани, вот почитайте. Супер. Спасибо вам большое, мне кажется, что мы разбили много стереотипов о деньгах сегодня и даже получили практические советы, что делать, если ты сам оказался в какой-то трудной финансовой ситуации и отследил это за собой. Спасибо вам, Николай. И главное, не забывайте брать на себя ответственность, если что, и не если что. В общем, спасибо большое, Николай. Классный разговор. Данил, Данил, Зоя, спасибо, благодарю вас. Всё, до свидания. Супер. Супер. Супер.